Лиричный дилер 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 Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Музык. Гра на инструментах клавишовых, гитаре, гитаре басовой. Jest аранжером и композытором. Писе музыки до спектакли театралных и балетовых на выставы сутки. Jest автором или współавтором wielu разных проектах музыкальных, np. Green Revolution, Tribute to Miles Delvies Orchestra и кингу других. Вспоуспорцовался с такими музыками как Митек Юрецкий, Томаш Станько, Кристоф Щераńский, Janusz Janina Iwański, Ежи Мазол и виру. Это в Польше. Но за границей он также очень популярный и активный. Может быть споугранием с музыками таких групп как Deep Purple, Strong Girls и виру. Его клавиши можно услышать в зеспоах Клаус Митвох, Армия, Израил, Тилт, Деутер, Шум, Тилав, или Объвател ГЦ и виру. Всперај како музык, чи продуцент музычный, Грегора Чеховского, Томаша Липињскего, Роберта Брылевскего, Томка Будзињскего и виру. В его авторских проектах бьерам удзял музыки с целого света. Обецне связаны от wielu лет с сценой джазовым, часто награды в Великой Британии, а концертуют по целой нашей планете. На конче манаграных по-над 100 плит, в тим килка выданых за те най-віјксше, реноменоване фирмы. И гды јж пањство мыслите, что это все, то я еще хотел бы додать, что мой гость проводил аудыкј радиове в Радио Джез, реактывовал Зв. Заводовый Музыков Польских, публикује рецензје ораз есеј в прасе музычной, проводил рожне фестивале, выступал незличонуј разы на wielu фестивалах в Польше и за границом. И уже на конец проводил warsштаты музычны ораз выклады на килку университетах в Польше, Англии ораз в Станах Зъединённых, где брал удзял также в конференцях науковых пощвяконых музыце и сштуце. Уф, есть это немного. Пане и панове, ладис и джентльмен, моим джесейшим гощем ес маэстро Војцијх Коникевич, о котором могбем еще трошке пооповиадать на встэпе. Еднак заграјме којс, а по пиасенце послухајме, којма до поведения. Сукум по и джентльме и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Но это уже было поздно, потому что это уже было по интернете. Верная до мэритум справы. Это очень интересное, что ты говоришь, потому что, конечно, есть там где-то в этих всех людей, которые заливали, так как ты, эпоху бунта лет 80-х, а может и раньше рокового. Потому что есть в этих людях такая нута контестации, которая в некоторых случаях совершенно неслушно всказывает просто все, что было перед тем, или то, что есть равнолепно, на какой-то, может не потемпение, но лекция. И это очень большой бунт. Конечно, порошка молодость имеет свою цель, что в этот способ людей направлены. Но обратно внимание, что на целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, с ойчизной шоу-бизнеса, или за Станами, изменилия шоу-бизнеса, в целом, с разных нутов, разных поколений. И это приклада на то, что в определенном моменте какой-то там Боно, или, скажем, Дэвид Ли Ротт, с Frankем Синатром, или с битбэндом, старые песни из-за 40-50 лет, например, в дуэтах с этими выбитными артистами уже премидающего поколения. Это очень шлакетная и очень правильная постама, потому что поводит, что есть какая-то группа, бронжная. Такая solidарность, правда? Да, приклада на эффективность этой группы заводовой, каком музыканты, и во время света соединенных, который не всегда им приятный. Если в таком как Збисек Водеки, или Пан Черези Похомский, которого я приятного познать, в Ополе на фестивале в 2009 году. Это такие которые можно сказать в полном заслужили на минул великих звезд, великих особо полной сцене розрывки. Это были заводовцы в каждом целом, люди великих talentов, которые свои сделали на высшем уровне. уровня. Я уже не хочу вернуться до того, как прекрасно Збисек Водеки оказывало кратко перед смертью, из совершил ремейк своей плоти с 70-ти, это было как пиару в Рабарбар, было целое, что который был автором прекрасной акции «Место в коме», где он опубликовал и уповсектировал фильмы крючком через коморки, чтобы нехорошо отдать душе миаса и того, что в нем происходит. Этот коллега сделал такой прекрасный цикл, еще это было, это было, «Варшавский Ощадок Телевизийный». Он сделал такой цикл, где улучшил людей разных поколений, не помню уже с кем, но по Олмскому, с каким-то там, назовем это умовне, «Шарпи Друтом» или «Рокоптем». И это был знаменитый рух. И жалую, что этот программ не продолжал, потому что он должен трать целый час. Так, так. Чтобы людям по-просто выбить з головы какие-то такие упреждения, какие-то такие стучные барьеры, потому что все, что я так выражаю, что мы едем на этом самым осиоулку и не имеет смысла припыкать, плачать и выручать себе. Так, так. Я вам великой шанс, и для Пана Ержего Поомского, и для Збышка. Я, ну, нистете, оба уже по лучшей стороне света. Так. И буду всегда апеловать до людей из шоу-бизнеса, чтобы постигнули свой kryтицизм воц... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это абсолютно отличная. Мы имели таких артистов и мы еще не мало. Виолетта Вилла, святого формата гвязда, абсолютно. И в своем «Найлепшем часе» Марила Родович, которая играла в душе трасы по Европе и по свете и была просто очень высокая позиция. Виолетта Вилла Родович, что где-то еще влечет в Польше за людьми, что где-то нам, сирмиежным Полакам, в данном доме коммунистичном Польше, где нам до этого великого света, где-то мы там, тут. Виолетта Вилла Родович, где-то мы там можем стартовать. Виолетта Вилла Родович, то есть все овощи коммунизму. Коммунизм людей по-просто поводовал, что они карлели. Они не верили ни в себя, ни в свои умения, ни в жизни не имели такого подъема, который нормальный в свете. В свете по-просто не есть истотно, сканд походишь, только что потратишь. Виолетта Вилла Родович, то есть Михаил Урбаниак в Станах, то есть его карьера в летах 5 месяцев. Виолетта Вилла Родович. И в последующем основном сференком взаимного в сборах. И в спорте. 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 а этика, этика заводовая, чего, срештой, вот в этом посте, в котором сравнивали две generации песенкаря, пана Jerzego Боомского, в святой памяти, как человек уже отходящего, и артисты, который сегодня проживает свои «найлепшие хвили», но, но, как мне, какие-то проблемы с идентификацией того, что доброе, а что зло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди! А хотел бы повстать, голове хотел бы поднесть выжей, веем, тоже то знам. Стоје! А хотел бы млецеть, голове хотел бы млець высоко, веем, тоже то знам. ЛЕЦИСЬ! А не веш, доком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А веем, че путь, не веем, не веем, не веем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Думаю, если бы я давал один номер, то у меня было 4, а если бы я был два номера, то у меня было 5. Если бы я дал два номера, то у меня было 5. Но это всё робота глупого. Люди спалят себя в каких-то нестерых условиях. Но нет ничего такого не выходит. то значит, выходит только то, что разливается море причинности в оконах. Мы все мы заливаем продуктами музычно-подобными, или около-музычными, которые очень часто творят люди не имеющие основы ремесла. Они не знают ни harmonии, ни нут, ни истории музыки. Они складывают какие-то лупы, биты, делают это с гравмой, с дзенком, докладывают до этого какой-то вокал, и уже. И сейчас проблем не получается на том, что они и как-то так. Я не могу ничего против того, в отличие от Нергала, чтобы они играли, пробовали, учили, потому что старые слова, как матка Маркови Билинскому говорила, как он сказал, что он хочет себя заводом управляемой музыки, то она сказала, что играй, сын Кук, играй, ни кога не скрывайся. И есть что-то с правдой в этом поведении. То значит, что управляем музыки является ценностью для человека, который управляет. По-моему, развивает его интеллектуально, что-то не поводит, что нет времени на какие-то глупоты, на какие-то там хлани, норкотики, и дебиации, которые... конечно, на самом деле большинство дотекает, но умовьтесь, как кто-то с правдивым пасионатом своей роботы, то не будет уголчать какими-то там сестручными райами, только будет работал над дзвенком. Это моя поздрава. Так что так это выглядит. И трудно для людей иметь претензии, что они этого хотят, что они за это идут, но проблем самый главный, что, по-просто, то море претензии, оно заливает людей, которые могут что-то действительно нетузинка до поведения. Однако в этой зупе, которая облепляет всех и всех, они гинут. Знавать таких людей, в этих сотках тысяч утворных, которые где-то там через медиа есть шалене трудно. И поэтому я, например, за некоторое время такое открытие, мимо, что человеком достаточно очень большая база поровнавча, если о музыке, то натрифим на какие-то люди, которые поводят, что просто в немом захвыке и думают, что это прекрасно и почему этого не слышали? Но это наше сегодняшнего мира. и наше Продолжение следует... 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 Сама натura. По-просто начинаешь, старый, от клуба, в котором было 10 человек, потом 20, потом 30, потом 50, потом dużа sala, потом open-air и уже дальше входит по душе время, скажем так, потому что это не делало в секунде, а не в пол-рока, а не в год. Трвало лета, с теми Цzesлав Немен эксплодировал свою творческую на скале огольнополской. То есть сейчас этого не нет. Сейчас это так, что те карьеры с обудованы, как я говорю, с личными контрактами рекламными. Люди, которые управляют музыку, даже музыку поп, а может, прежде всего, музыку поп, они не имеют никаких проблемов mentalных с тем, чтобы подписать контракт рекламный, не знаю, телефонный коммерческий, банк, не знаю, там, новый модель самохоту, там, какой-то другой продукт. И, конечно, их менеджерами, которых имеют, и это тоже разнообразная цена, потому что много артистов, о которых я говорила, много лет не было своих менеджеров, до момента, пока появилась такая возраста. А тут уже от самого начала есть люди, которые кредуют этими девушками, и они сами бегают по этих всех фирмах, globalных и краевых, и полуют на контракты. И в этой технике доходи, до таких ситуаций, что человек, который двадцать лет, на двух контрактах, или на трех даже, с огромными компаниями, которые ему сыпят там старые миллионы. И он, он, двадцать лет, практически уже устанавливает до конца жизни. финансово. Видмо голоду ему не загляда в оочи. И например, потравит такой гость, один, или други, огласить что он на год прерыва концертование, потому что он чувствует потребность, чтобы отдать. Ну, для меня это удивительно, потому что я всегда мое поведение до музыки и управляющего, чтобы быть в этом, чтобы понять. Треба так же, как спортсовец тренует, тренирует, 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 и так далее, чтобы играть для людей, потому что на самом конце нет, публичности это Субтитры сделал DimaTorzok 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 «Рок покажет четыре литеры и радьте себе сами, и «Робь то, что захочет». Это, деликатно говоря, мало элегантский, или даже лёгко важный, правда? То есть такие люди, так как я говорю, я их особенно сурово не ценю, потому что они... Часом это люди из маленьких миосток, которые выходят на штык популярности. Процессоры им себя завешают, они не знают, как они в этой ситуации находятся. Потом появятся какие-то уже другие декларации натуры, или идеово-вызнания, или иначе, потому что они чувствуют, что что-то в этой ситуации не так. Числав Немен, или Грегозь Чеховский, или Роберт Брюлевский, или Джимми Хендрикс, или Дженис Джоплин, или Led Zeppлин, не знаю, подписывали контракты и рекламовали, не знаю, подпаски, Coca-Cola, или Роберт Брюлевский, это были правдиви артисти из крови и кости. Никому с перепросением не давали цела, потому что мы контракт на 1,5 миллиона, с какой-то там телефонной коморкой. То есть 20% для меня, 80% для тебя. и мы как-то купили новую фуре, я тут праздновал калау часу и знаем себя еще, заним дуго повстала Република, то ци люди на те Маледивы могли ехать, но не из-за того, что рекламывали такой или другой продукт, только, чтобы были так, дошли такого по лапу артизму и столько заработали, что их на это было стоять, не musели ни кем стоять на лапках и подпишись, правда, цырографу, или какому-то там мощному этого света. И ци дизейские артисти, они это чувствуют, они инстинктно видят, что что-то есть не халло в этом, что это станало на убе, что в той chwili головой этой ситуации есть шмал из этих компаний, а не их, с простым, как бы этого не называть, но какая-то там творчество, правда? Ну и потом, очень распачливее усилуют показывать свету-земнерному, что они такие «тув-гайз», что, правда, что тут огласить публично апостазию, напряжать ему шкулы, и скажем, а, я здесь, твердый колес, роковый, в общем, тут, в общем, мачо, да, так, ну. Тем самому артизе, зresztą, случилась смешная ситуация, потому что, это целое товарство, как, это еще смешно, и особо, как была эта целая завиеруха на границе с Белорусом, где, по-просто, что-то, трала регулярная война хибридовая, правда, и были табуны людей высыланы на границе, чтобы нас тут odpowiednio размягчить, ну, то, oczywiście, целое то товарство начало, в рамках строительства этого имажа ТАФГАЙС, начали, масово ужалать над лосом тех людей, которые усиловали нелегальнее достоять границы. Ну, и именно, тем же артизе, о котором вспоминали, без конкретных названных, он поехал на концерт из какого-то Радомия, или Кельц, и в тракте концерт был такой момент, что все ритмичные класкали в руку, и только шла сама перкуссия, и был он с микрофоном, и люди класкали, и он с таким приемлемом начал выгласить фразы в родае «За каждым разом, когда в руке в руке гиня один человек на границе «Сталли», «А на то, а на то громкость салли падал, то прежнай класкать, ты дурниок», это это самое лучшее объясня, что лод отраза сквит получилось, но это что, не разуме что Субтитры создавал DimaTorzok 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 или вокалиста, или вокалистка. Мам просто выжить на сцену, зарицать так и зарицать то, чтобы я почувствовал какую-то фалу цунами внутреннюю, чтобы мне это повалило, чтобы мне это что-то дало, чтобы мне это рвало, или взрелаксовало, чтобы я имел из этого какую-то, правда, корыть. А тут есть все на убе поставлено. И это все, я этих людей смотрю, это люди, которые работают в этой церкви, в Польше. И они, во-первых, они не понимают о том, как в глубокой, чарной джиуре тква. Им кажется, что все в порядке, потому что выходят на сцену, какие-то коверы или какие-то недоробные песенцы, которых трудно уместить на листьях или пусть в радио, это не так. В большинстве там те тксы это, в прошлом, о дупе Марине, и комплектные, даже неудачные, если говорить о язык, по-просто, бледно языковые заверяют какие-то премитивизмы и так далее. О музыке уже не хочу вспомнить. Особным проблемом есть то, что большинство этих людей не имеют заводовых songwriterов вокруг себя. А это подстава. На самом мире, по-просто, ну, есть ситуация под т. Выбитные таленты вместе в одном месте, в одном месте, как в Битлзе, в Польше Клаус Митво, или Република. И тогда они такие комбинаты, которые производят сам все на высшем уровне святом. Но это не регула, это радкость. Нормально это просто люди, которые пишут песенки, которые творят добрые тексты. Прежде всего, сколько песенок из Калдов, которые творят в опорции о феноменальные тексты Лешка Мочурского, или других великих поетов, или Агнешки Орбецкой. Понимаешь, тут никто из этих людей, о которых вспоминам, никто из этих людей даже не имеет много воды в голове, чтобы посыпать голову попием и сказать, что Бог мне не дает. Скочить этого огольника с высшим высшим или заводом gastronом, как это бывает. Не я не мистец мови полской, поетом на певно не, а текстиарем тем больше, не. Ну, то есть, что надо где-то сделать по помощь. Но не, третий какая-то упарная, зика, завзятая, прошу тебе, намиетность, чтобы самому створить этот великий хит, который повали всех на коланах. Ну, не створишь, Юзю, этого хиту, потому что не можешь этого предпозиции. И так будешь до конца жизни, до момента, в котором тебе урощает брюх, выпадают тебе красивые волосы. Уж малование пазнокци спрати sens. И тогда станет, ну, нага правда, что оно было выдмушком, прошлося через этот шоу-бизнес, не оставило в нем żadного глубже сладу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть, что они находятся в определенной пружине медиальной, в пружине, если говорить о контакт со общественностью. Потому что медиа... Действуются трагичные вещи с медиами. Все медиа с мейнстримовые в этой ситуации. Когда-то были медиа, которые, например, паинствовые, были всегда стояной культуры высшей, какого-то разружнение какости, какой-то характерной характерной версии. А это все закончилось. Начался этот процесс в летах 90-х, а насилился в летах 2000 плюс. Прошу вас посмотреть, какая-то сошла эволюция тройки радиовой. Войтку, до медиа вернемся. Я тут еще хотел бы приточнить, при оказе этих песенок, о которых ты вспоминалешь, «Славетный», «Траса концертная» из лет 80-х Републики и «УК Сабс», где, по которым-то из концертов, седали музыки в гардеробе. И Charlie, вокалиста из «УК Сабс», сказал до Грегорза, «Курче, какое-то это пятно! Как ты можешь свой умысл вытяжать, чтобы показать пятно этой поэтики, потому что мы в Англии можем спировать, о чем мы хотим». Здесь никто не обратит внимание на это. Ты, например, можешь показать свой кунст. Правда? Памятаешь, что? Да, так. Он сдавал себе справу, что есть этот фильтр цензуры, и сейчас игра с цензурой, это была особенная штука. Валки. То же самое робил Леху Янерка. Памятам, как «Славетным» было. И Леху, и Грегорз, с которыми обидвома прежде всего спуспорцовались интенсивно, то они свою интеллигенцию поводовали, что цензура была беззрадна. Я знаю разные эпизоды с этого закресу, когда-то может оповем я szczегурово. Но в каждом разе, это было парадоксално, это так само, как в спорте. Если... Как мне всегда приходит такая ситуация, когда... когда... приезжали когда-то росыщи, радеццы, sowieцы хоккейщи, до полки и имели меж с полской кадром. Ну и... Я имел такого заприязненного пана, выбитного хоккейстя, назывался Журавский, который был... членком кадры народной. И он мне потом оповидал, что... что русские на тренинге использовали... киев, важных килограмм, для игры в хоккей. Тренинг. 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 и утруднения поводуют, что ты становишься лучше. Так, что ты можешь себя высилить, работать, вытяжать. Докладно. Весь, люди сегодня, которые творят музыку в этих условиях корпорационно-рекламово-контрактовых, они не имеют никаких прескудов. Они даже не подозревают, чтобы они хотели им иметь. И такая тоже есть та творчость. Она себя преследует через уши и не оставит żadного сладу. Кiedyś такой музык из споу Cool Kids of Death написал такой długi tekст выборчий. Это было еще в 90-х летах, либо на początku 2000-х. Это было Генерация НИЦ. И он он в этом тексте заварил свои горшкие спостережения на темат этой поверхности, которая начинает вкратить. И до музыки, и до публичности, и до того способа отбору музыки. И, конечно, что-то, 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 когда ты приходишь на концерт, то первое, что видишь, это может рунки с коморками, правда? Взнесеными высоко. И не терпят этого. Ну, и люди, замиазь отбирать, ухлонать целым собом целый спектакль, ну, то даже на концертах металовых, которые стауны, что-то, что-то, это такой тяжкий закон, правда? И уже тут должно быть все очень ритуально чистым. Но, это не, на концертах металовых тоже, можно видеть такие ситуации. И это массово. Окропное, это женирующее. И много артистов протестует глощно против этого, потому что это просто не до вытрименя. Я знаю, что это выгусовка paranoя, я знаю. Я знаю, что это выгусовка параноя, я вижу. Я знаю, что это выглечено и опять боюсь. Я знаю, что это выгусовка параноя, я знаю. Я знаю, что ты выгасшила в грым, леч�wитом сирюлю ссё сэрюмч. Эй! 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 Ха-ха-ха! То фигуроле пепсу своје, кнојку не ма шанс. Жадных религий, змарцвејњ, жадных анализ, змејњ. То фигуроле! То фигуроле! То фигуроле! То фигуроле! То фигуроле! То фигуроле! как это сейчас выглядит? Повем в этот способ. Я посвящусь около 10 лет своего жизни на, на, по-просто, на то, чтобы сбудовать от зера, а в засаде оттворить Зв. Заводовый Музыков РП, который стал ликвидированный в 1949 году через коммунистов. З глубокой потребности и в свидетельствии, что такое действие является неизбедным, потому что полский рынок музычный в смысле операционного, в смысле обеспечения полного рынка работы и каких-то требований во время артистов – то есть бантустан комплектный. Волный рынок в полных условиях означает, что здесь, как нож в масло, вошли глобальные компании, мейджерси и так далее. Зрёвнали всего практически до зера, обвели в посадание эту землю, вбили все стации радио, от прыватных до państвового радио, что от лет контестую, о чем глощно говорю, что это гранда, патологичный вплыв мейджерсов на плейлисты, листы пребои и так далее. То есть были личные поводы, чтобы это сменить. и в току, как говоришь, в 10-летней walkе удалось в 2015 году зарегистрировать по многим процессам судовым, удалось зарегистрировать Звезды Музыков. Звезды есть, я уже в нем не работал, выставил с этой действительности в границе с прошлого года. И или 1-го стекляния, о чем я помню, этого года. Неважно, тогда. И этот Звезды можно сказать, что оставил своим младшим коллегам, и в общем всем музыкам, в поле, как правило для их права. Ситуация есть очень сложная, очень сложная. И не боясь ни в политики, ни в разрушение, которая партия есть лучше, а который политик есть горшим, что в основе культуры и длительности о культуру на последнем, или предостатнем месте у политической Преклата это на dominание глобальных концертов на рынке. Всегда, в медиах, также в влиянии на świat политики. В поле, то, что происходит с культурой, это великим скандалом. последний последний свежий из-брегла, это факт, что мы спидаем политиков, которые спидают седьмой год, а приходили с изменения на лучшее. Мы уже седьмой год, в которой вискуток недопасования права авторского до цифровой революции последних лет, автори одного из самых успехов в истории polskого кина, а в сериале «Дужа вода», который появился в Netflixе, не достану тантин, потому что какой-то человек злой воли, не зактуализовал права авторского до того чтобы оно повидало ситуации цифровой, в связи с чем вгг полскего права за стриминг творцам największego хиту сериалового не будут признаны и справедливые тантиньи, зеро. Но это есть только последняя паранои, а в этих паранои есть целый шерег. Далее. Каждый человек, который въезжает до Polski, каждый заграничный въезжает тут как масло, не имеет никаких ограничений. Если я хочу заграть трасе в Станах или в Англии, то нужно иметь згоди с Мюзишнсу с мюзишнсу мюзишнсу большинство концерт ничего не было. Над вскрым инспекторами и так далее. Это уже было в 1986 году. Памятам, как ты говоришь о том. Так, памятам. То есть речистость святова. Но в другую сторону, хула, душа, пекла не тут приезжают люди, вытрансферируют гиганты деньги. И из фундусов локальных и państвовых видят несланый концерт Мадонны на Стадии народовом. Когда билеты не шли, что было до предвидения, продукт уже престарзалый и кепский, то пани Мюзишнсу за которые 5 млн нормальный человек выдал на плит дебютанты в поле. Промование молодых музыков, дом культуры. Стипендия артистyczная, ну, это показывает, на каком интеллектуалном класса политичная в поле. Познай мою власть, познай силу мою, без листости отдам тебе в рамках моей, працючи чихо, махины департамент моих прахнем. Познай махин 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 пи махин махин боевый махин 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 пи н лу ле вл три Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и это выраженная мельскость польской музыки на речи музыки захотней, это означает в практике, что большинство денег затонтимы, около 70% прежде всего, выплыла по-за границы краю. Она фильтрована. Не имеет никакой реакции, взаимности, потому что полска музыка не глобализована, не глобальна. Наша музыка не в этом уровне грана в Англии или в Станах, чтобы в ogóle порównywać эти святы. Не, мы jesteśmy normalnie эксплуатованы, как неволнители на плантации бавеуны в Станах. И все они с удовольствием. Драмат полега на том, что политики с тем, что они на столько людей мауэго выкшеления, мауэй сведомости и мауэй культуры, что они в ogóle этого рода вещи не распространяются. Это не в их radarах. Они считают, что это хорошо и что это так может быть. И то есть великое, световое, наоборот, выдарение, если такой стинг приедет на такой промо-тур до Польской или в Пикуткове Долном выступит спец. Бонье. Цае Пикутково вылега на улице, все все сяческие, но это ситуация, которую в летах 80-х очень хорошо назвал вспоминанный Лек Янерка. наоборот. Бавьтесь весело и участвуйте в глупости, а этого не хотим, потому что каждый края должен иметь свою культуру и должен иметь свою культуру. Как Андрей Сапковский сказал уже лет назад, что можем ездить с японскими самолетами, что можем смотреть американские фильмы, или можем ходить в чинском обуви, но культуру выпадало бы иметь свою культуру. Абсолютно с этим я согласен и скажу тебе и вашему слушателю на моем примере, как это выглядит. Я от 20 лет живу в Лондоне, стараюсь быть в Польше раз, два раза в году. За каждым разом, как приезжаю, или прилатаю, или яду с таксовкой полоской, или самолетом, я рекламу какого-то радио полоски. Там неизменно, от завтра, модерн токинг, педс шоу бойс, попреплатаны в вселенной мащи рекламами леков на все. Почему так? Что я могу сразу выключить это радио и больше этого не выключить? Ну слушай, потому что, как я говорю, то есть домена, в которой встречаются в засаде разные нурты, несколько таких нуртов, которые współdzелают в этом деле знисчения. То есть подстава политиков и их нерубство уставодавча. Но это не только в Польше, потому что здесь несколько лондонских стаций радиовых мы, как хорошо знаешь. Так. 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 Это оаза, это оаза, полоскей творчества, как она есть. Они вылапают калахи, где-то, из Биугорая, из Цесинна, из других маленьких осьротков, где играют фантастические споры и все это пускают. И там вidać это, но на пастровской антене полской уже нет, потому что как там, как выда Депеш, МОД, или еще один лечит спор, который имеет, конечно, миллионы фантов в Польше, или там тысячи, то третий народный антеновый, потому что Депеш выдают плыты. Те плыты уже от этого часа с теплыми и о ничем. Но, но... ... 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 Пантастычно się rozmawia, порuszyliśmy kilka bardzo ważnych tematów. Mam nadzieję, że umówimy się na kolejną audycję, bo nie zdążyliśmy wszystkiego poruszyć, chociaż wspomnijmy króciutko o twoich dwóch ostatnich projektach. Прислаłeś mi materiał przedpremierowy 52UM. Только титулем uzupełnienia to 52UM to się czyta jako szum, bo to jest taka słów, kiedy literki są zastępowane przez cyferki. To tytułem uzupełnienia. Słucham cię dalej. Tak, wybacz moją ignorancję londyńską. Nie, nie, ale to jest zrozumiałe. Dosłownie czytając tak, to się czyta. 52UM, ale w domyśle szum. Szum, dobra. Dziękuję za poprawkę. A więc przysłałeś mi przedpremierowy materiał Szum, jeden z twoich ostatnich projektów, a wczoraj wieczorem do poduchy przesłuchałem sobie twój kolejny projekt, świeży Miles Delvis Orchestra Tributes. Fantastyczne koncert właśnie z Janiną Iwańskim. Przepiękny koncert, fantastyczny. Opowiedz w dwóch zdaniach tak króciutko na koniec. No wiesz, Tribute to Miles to nie jest nowy projekt, bo ta orkiestra jest... Szweśniejszy, tak. klatka, więc to jakby kolejna... Kolejne koncerty tego zespołu, który regularnie działa, jak mówię, od 97. roku. To jest ciekawy projekt. Jego historia jest bogata, pełna różnych meandrów. W każdym razie według wszystkich nadziei w przyszłym roku wejdziemy do studia na taką mega sesję. Będziemy nagrywali najprawdopodobniej na jednym posiedzeniu materiał na jakieś dwa, trzy albumy. To tylko tyle zajawię na ten temat. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, które robię. Właśnie za chwilę jadę ze swoim triem jazzowym do Pragi Czeskiej na koncert i tym zamykam sezon koncertowy w bieżącym roku. Jest też projekt mój osobisty rockowy, w którym gram na gitarze. Wreszcie w końcówce tego roku nagrywamy na cztery gitary, co jest przedsięwzięciem bez precedensu w historii polskiej muzyki. Nagrywamy płytę taką mocno eksperymentalną. Janusz Janina, Iwański, Patryk Lewi, Dariusz Szliwa i ja. To będzie w końcówce listopada, na początku grudnia. No i dzieje się mnóstwo innych rzeczy związanych jeszcze z muzyką filmową, teatralną, a to już nie będę w to wchodził. W każdym razie, dopóki piłka w grze, to staram się jakoś ją kopać i trafiać do Bretanki, na ile się udaje. Świetnie, świetnie kopiesz. W takim razie zapraszam Cię w najbliższej przyszłości do części drugiej, gdzie obiecuję, że porozmawiamy tylko i wyłącznie o Twojej muzyce, o tym co grasz, grałeś, z kim współpracowałeś. Dzisiaj dziękuję Ci serdecznie i na zakończenie wspominając Kifa Richardsa chciałbym przypomnieć takie jego stwierdzenie, gdzie też wspominaliśmy o tym mentalnym stanie tych muzyków. Kif kiedyś powiedział takie coś, że to nie narkotyki i alkohol zabijają ludzi, tylko sława. Jest w tym dużo z prawdy, natomiast życie pokazuje, że wszystko zależy od myślenia i od intelektu, od tego na jakim poziomie świadomości jest artysta. Na ile jest silny wewnętrznie. Miałem przyjemność pracować z takimi ludźmi, każdy z nich był osobną wartością i osobnym charakterem, co jest bardzo ważne, ale jest piękna tradycja w polskim showbiznesie, że jego gwiazdami bywają od czasu do czasu ludzie na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i olbrzymiej wrażliwości w ogóle kulturowej. I w większości przypadków ci ludzie dają sobie radę i nie dają się zabić tej popularności. Czy Grzegorz Ciechowski, czy Czesio Niemen, czy Robert Brylewski, prawda, to byli ludzie, którzy według mnie byli bardzo dobrze zbalansowani. Mieli swoje problemy różne tam życiowe, osobiste i inne, ale po prostu moja teoria jest taka, że trzeba w siebie bardzo dużo inwestować intelektualnie, żeby wytrzymać te ciśnienia. Inaczej człowiek się staje po prostu ziarenkiem, które zostanie zmiażdżone przez te tryby, w które wchodzi. Fantastycznie to nam opowiedziałeś. Dziękuję Ci za tą przygodę. Moim gościem był Wojciech Konikiewicz, muzyk, kompozytor, producent, aranżer. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Londynie i poza nim. Program przygotował, poprowadził i opracował Artur Pannik-Wysocki. Zostańcie z Pankiem. Do usłyszenia w następnej audycji. Muzyka 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 Znam godzinę i miejsca, więc idę znów do Ciebie. Muzyka 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 Редактор субтитров А.Семкин